Добрый вечер, Гомель! У каждого человека собственное отношение к деньгам и тратам. Кто-то откладывает средства на отпуск, новую мебель или компьютер, а кто-то постоянно живет в долг? Как разрешить денежный вопрос, если вы семья? Кто поможет сформировать семейный бюджет и правильно им распорядиться? Легко ли воспитать полезные финансовые привычки родителям и их детям? Эти и другие вопросы обсудим мы сегодня в ходе прямого эфира 34 22 43 номер нашего телефона. Ну а прямо сейчас приветствуем юную вокалистку из Речицы, солистку образцовой студии эстрадной песни «Фиеста», лауреата республиканских и международных конкурсов Арину Пырх. Темно в зале на рояле нажаты клавиши. Геанн звукоряда, скучать не надо, постой, не спеши. Прочь сомнения все остаться в телах. Зажигает эта музыка. Сегодня мы танцуем, все танцуют раз. Мы танцуем, мы танцуем раз. Мы танцуем, мы танцуем раз. Танцуй вместе, не стой на месте За мною повторять Всегда мажоры звучат аккорды Давай запоминать Эта мода будет на веках Зажигает джазом музыка Зажигает джазом музыка Я танцую час, ты танцуешь час Мы танцуем, мы танцуем час Мы танцуем, мы танцуем час Темно взяли, все танцуют час Джаз Благодарю вас, Арина Сегодня вы вместе с мамой, Вероникой Пырх Добрый вечер, Вероника В самом начале программы я обозначила финансовый вопрос для семей как не самый простой Скажите, пожалуйста, как считаете вы, действительно ли финансовый вопрос не самый простой для семей? Ну, как вы уже поняли, в нашей семье финансы не поют, романсы у нас поют дочь Поэтому данный вопрос я не считаю, можно сказать, сложностью Папа зарабатывает, кладет в общую кассу и все вместе тратим И девочки тратят Да Прекрасно Как кто распоряжается бюджетом у вас в семье? Все решается сообща Мы с мужем вполне понимаем друг друга Никогда не возникает спорных вопросов, куда потратить и на что потратить Поэтому договариваемся Наверное, вот все решаем сообща Это и есть ваше золотое правило вашего семейного бюджета Скажите, Арина, вам вопрос Насколько активно вы участвуете в обсуждении семейного бюджета? Вам родители доверяют эту информацию? Ну, когда как Может быть, иногда и могут рассказать, что куда они потратят А советуются? Бывает такое, что советуются? Ну да, бывает Скажите, пожалуйста, а как вам кажется, вот правильно родители распределяют семейный бюджет или вы хотели бы что-то подкорректировать? Нет, они все правильно делают, все хорошо тратят в нужды И еще лучше зарабатывают, правда? Да Скажите, пожалуйста, а вот появятся у вас первые деньги? Кстати, зарабатывали вы когда-нибудь деньги? Да, у меня уже было такое, я заработала свои первые деньги на съемке Бонстик Ньюс Дали такой гонорар Я его делила между мной и мамой, так как мама тоже много сил в это вложила Ну, папе что-то досталось Транспортные расходы Ну, тоже хорошо То есть это был ваш вклад, ваш первый вклад в семейный бюджет? Да Ну, правда же, ведь удовольствие испытали, когда именно так распорядились этой суммой? Ну, да, то есть я купила то, что лично мне чуть-чуть захотелось Так, но часть же отдали папе и часть отдали маме И от этого было всем хорошо Спасибо вам большое, уважаемые телезрители Я напомню, 3422-43 номер нашего телефона Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу того, как формировать или как рассчитывать семейный бюджет Звоните, пожалуйста У нас сегодня прекрасные специалисты в студии Также вы можете писать в Viber номер на наших экранах Расскажите об основных правилах вашего семейного бюджета Специалисты по финансам утверждают, семейный бюджет любит порядок Поэтому тем, кому не хочется сложностей, нужно заняться его наведением Попробуем разработать тактику ведения семейного бюджета сегодня в программе И в этом помогут наши гости Знакомьтесь, пожалуйста, Людмила Тутынина, психолог Галина Васильева, старший преподаватель кафедры финансов и кредита Гомельского государственного университета имени Франциска Скарины Валентина Косенко, специалист по финансам Наталья Логодина Главный специалист отдела содействия занятости населения Управления по труду занятости соцзащите Гомельского городского исполнительного комитета Аплодисменты Натальи Ну вот, гости представлены Первый вопрос Рано или поздно каждый из нас сталкивается лицом к лицу С капризным спутником семейного или холостяцкого быта бюджета Так вот, скажите мне, пожалуйста, уважаемые гости Что нужно знать о семейном бюджете Чтобы эта первая или не первая встреча Оставила приятное впечатление Ну, позвольте, наверное, я начну Пожалуйста Я думаю, что первой встречи не надо бояться Но к ней обязательно необходимо готовиться Это как первое свидание, на которое мы готовимся, планируем что-то На мой взгляд, безусловно, для семейного бюджета Необходимо в первую очередь определить цели Которые вы хотите достичь Это могут быть совместные цели, семейные цели, личные цели Безусловно, кто-то планирует построить жилье, квартиру Приобрести автомобиль Выучить детей Получить какое-то образование, дополнительное знание Поэтому, определив цели Естественно, мы для себя должны определить Те источники, которые у нас имеются Поэтому здесь необходимо спланировать Как расходную часть, куда вы собираетесь потратить денежные средства Так и доходную часть Ну и, естественно... И они должны соответствовать друг другу, наверное, да? Наверное, да Безусловно, бюджет необходимо планировать Как в долгосрочной перспективе На какие-то длительные, глобальные цели Стратегические цели Так и ежемесячный... И, наверное, даже ежечасно Если ты идешь в магазин, уже прикидывается Да, знаете, как в анекдоте Моя жена тратит деньги со скоростью Несколько тысяч в минуту Поэтому, действительно, конечно, бюджет нужно планировать Когда вы определили для себя Расходные части этого бюджета Естественно, нужно в первую очередь запланировать Обязательные ваши расходы Те расходы, без которых не обойдется ни одна семья Это расходы на продукты питания На какие-то, скажем так, коммунальные платежи На обязательные платежи На кредит, если он у вас имеется, опять же Безусловно Финансовую ответственность, если вы взяли кредит Финансовую ответственность вы несете в полном объеме Поэтому эти обязательства необходимо исполнять Конечно, когда вы определили обязательные платежи Вы увидели, какая часть у вас остается на ваши... На личные нужды Но, как говорят экономисты Обязательные платежи в любом бюджете семьи Должны составлять, скажем так, порядка 50% А все остальное Это мы не должны забывать о том, что Положительный... Здоровый образ жизни Положительные эмоции Какие-то, скажем так, развлечения Это тоже влияет на психологическое состояние человека На его эмоции На его здоровье И поэтому в конечном итоге Это приводит к тому, что мы где-то экономим на лекарствах Где-то мы экономим, скажем так На тех, ну, негативных моментах Которыми мы сталкиваемся Но, к сожалению, наверное, все-таки у многих Не 50%, а большую часть Занимают вот эти основные статьи расходов Не так много остается на развлечения Но все равно нужно стремиться к тому, чтобы было больше на развлечения А это значит больше работать И стремиться к большей зарплате Повышать свой уровень Абсолютно с вами согласна Ну, в этой части не все мы тратим Не все оставшиеся 50% Мы тратим на развлечение На развлечение 50% не пойдет Нет, мы, естественно, должны запланировать и свои сбережения Которые мы должны Определенную часть своего бюджета Нам необходимо откладывать Для того, чтобы Далее произвести какие-то расходы В более долгосрочной перспективе И иметь, скажем так Определенную подушку безопасности Без которой не обойдется ни одна семья О размере подушки безопасности Мы чуть позже обязательно поговорим Вот о том, что думают финансисты И что думает наша аудитория А сейчас такой вопрос Скажите, пожалуйста Какие самые популярные в сегодняшних реалиях Способы ведения семейного бюджета Вот говорят, что есть один кошелек у супругов Есть разные кошельки Есть там какой-то третий совместный кошелек Вот что самое популярное Ну, ведете же вы какую-то статистику Уважаемые финансисты А, Людмила хочет так Чисто психологические такие моменты из жизни Но есть такое расхожее выражение Что деньги любят счет Не важно, где эти деньги Или в государстве Или где-то в каком-то хозяйстве Или в семье И мне кажется, что вести бюджет должен тот Кто более разумно умеет распределять деньги Кто склонен именно Ну, скажем так, более прижимистый А не тот, кто деньги пускает на ветер То есть все-таки прижимистому отдаем бюджет Я думаю, что да Более прижимистому человеку Вот я, например, себя считаю более прижимистым человеком И по жизни я придерживаюсь нескольких правил Правило первое С самого детства Я никогда не беру деньги в долг Никогда Ни у кого и даже у банка Никогда ни у кого Да, это правило жизни Второй момент Я стараюсь никогда никому не занимать деньги Почему? Потому что было несколько случаев После которых потерял друзей Да, там, ну, скажем так Люди, которые взяли и не отдали Вот эти два правила Помогают в жизни Опираться только на себя На свои собственные, скажем так, возможности И вот мне очень понравилось то, что говорила наша гость Что нужно спланировать Если не хватает денег Значит, вы не спланировали эти деньги Если вы спланируете свой бюджет То есть куда вы хотите потратить деньги Что вам нужно в жизни для развития, например Эти деньги обязательно найдутся Значит, их нету в вашей голове, поверьте Я много общаюсь с людьми И когда мне люди говорят У меня нету денег для того, чтобы путешествовать Я говорю, давай так Вот мы сейчас спланируем И деньги появятся Появятся какие-то дополнительные возможности Какие-то работы Кто-то просто подарит тебе эти деньги Там на день рождения На Новый год И, как правило, эта сумма чудесным образом собирается Вырисовывается Вырисовывается То есть отправьте свое желание в космос Это очень хорошо А еще лучше мужу отправьте Да, это желание Все-таки мне очень хочется узнать Вот какие типы, виды, способы ведения семейного бюджета существуют Ну, первый я назвала А дать деньги в хорошие руки Это точно так Прижимистому человеку Это значит один кошелек Это один кошелек, Людмила Мы держим один семейный кошелек Галина? Ну, я хочу сказать, что семьи бывают разные И бывают несколько кошельков И несколько бюджетов Вот, поэтому Но все-таки я соглашусь Вы за один кошелек Да, за один кошелек Но в сегодняшних реалиях Может быть, по отзывам, Валентина Вот вы что знаете? Какие способы ведения самые популярные? Я пока не спрашиваю, какие самые эффективные? Так, какие самые популярные? Наш бюджет, он напоминает нам бочку То, как она наполняется И то, какое дно в бочке Поэтому самое популярное То есть, или как эффективное Об эффективных мы поговорим дальше Популярное, конечно, ведение бюджета Каждая семья, каждый человек Он выстраивает планирование своего бюджета по-своему Кто-то имеет один кошелек То есть, мнение у нас сходится к единому К единообразию и планированию То есть, собственного бюджета Естественно, это наш кошелек Это наша бочка А вот мне очень интересно узнать у аудитории Понятно, что, скорее всего Здесь у нас, ну, ребята, студенты И мало семейных пар, да? Нет вообще семейных пар? Нет семейных, так Хорошо, но вы же хорошо знакомы С семейным бюджетом ваших родителей? Знакомы? Помните, так? Поднимите руки У кого в семье один кошелек? Так Ну, прилично Процентов 50 Помогайте, Галина А у кого два и более кошельков В чьих семьях? Так И тоже половина Вот видите, как? Так мы и не выяснили Спасибо, ребята, спасибо Так мы и не выяснили, что популярнее Но зато мы узнаем, что эффективнее Что эффективнее? Один кошелек или два? Разные бюджеты в семье или один? Мне кажется, что это тоже очень дискуссионный вопрос Да Потому что каждая семья для себя оценивает, в чем она видит эффективность Самое главное Это достижение той цели, которая поставлена Это может быть какая-то глобальная цель Покупка квартиры Либо, например, ну скажем так, не жить от зарплаты до зарплаты А с тем, чтобы еще какие-то денежные средства откладывать и сберегать Поэтому у каждой семьи свое понятие и оценка этой эффективности Естественно, ну на мой взгляд, совместное планирование Совместное ведение домашнего хозяйства Это, естественно, более эффективно Потому что супруги, ну и в том числе, вовлекая в этот диалог детей Могут каким-то образом обсуждать И приходить в том числе и в спорах Рождается истина И приходить к тому мнению Которое, принимать то решение Которое, может быть, для каких-то членов семьи И не очень хотелось бы И не очень популярное И, может быть, папа не хотел бы туда потратить деньги Но это, наверное, в тот или иной момент целесообразно Но мама убедила Но мама убедила Либо наоборот Скажем так, мама очень хотела Но папа сказал Слово отца было более весомым Поэтому в спорах рождается истина Мне кажется, что вот ведение диалога в семье Это всегда более эффективно Есть в семьях люди, которых можно называть транжиры Транжиры Это для бюджета Ну, скажем так, как тайфун Прошел, да, вот Все разнес, то же самое транжиры То есть они могут вот иметь кучку денег Стопочку, да И все потратить за один За один шоппинг Такие тоже есть Ну, как им можно доверять семейный бюджет, правда? Ну, мне кажется, что если в семье есть транжира То нужно предложить ему Раздельное ведение бюджета Это будет правильно Ну, правильно, он потратит все свои деньги А потом придет и тебе Будет тратить сначала твои, да А потом каждый свои, так вы думаете? Да, да, да Хорошо Ну что ж, у нас есть Такой момент, интересный в передаче Когда мы задаем вопрос нашим телезрителям Уважаемые телезрители, я обращаю внимание на то, что давать ответ можно только по телефону Позвонив по номеру 34 22 43 Вы в нашем сегодняшнем случае можете дать свой вариант Послушайте внимательно Я прошу вас сегодня продолжить фразу Фраза такая В счастливой семье жена не знает, откуда берутся деньги А муж не знает Продолжите Автора самого удачного продолжения фразы Мы выберем совместно в финале программы То есть все ваши варианты, которые вы будете давать по звонкам Я запишу И вот все мы здесь Наталья, Арина, Вероника, Валентина, Галина, Людмила и я Даже аудитория может голосовать Выберем автора лучшего вопроса Тому человеку, кому, скажем, повезет И кто оказался самым находчивым Достанется вот такой прекрасный пригласительный билет На песенный спектакль Елены Гостинской Вот такой билет 26 ноября в 18.30 Если вы свободны, 26 ноября Ну, я думаю, в 18.30 уже каждый найдет возможность Посетить прекрасный спектакль Пожалуйста Еще раз фразу В счастливой семье жена не знает, откуда берутся деньги А муж не знает Мы ждем ваших вариантов по номеру 34-22-43 Продолжаю разговор Ну, вот один человек может прочно стоять на ногах При совсем незначительных средствах Потому что умеет правильно распоряжаться им А другой транжира Вот как Людмила говорила, да Он вечно будет находиться на грани банкротства Хоть он и зарабатывает больше раз в 10 Ну, мне кажется, вот такое отношение к деньгам Закладывается в детстве Ну, может быть, я ошибаюсь Безусловно, вы правы Точно так же, как мы маленьких детей Учим правилам гигиены С утра и вечером чистить зубы Мы обучаем их правильно себя вести в обществе Таким же образом мы должны научить детей Правильно вести свои финансы И я хочу сказать, что на сегодняшний день Вот, скажем так И в системе образования И совместно у нас есть проекты Которые мы организуем вместе с банками По повышению финансовой грамотности населения Наши проекты совместные со студентами Они ориентированы на повышение Финансовой грамотности всех слоев населения И в том числе В финансовой грамотности детей Сегодня эти проекты И различные игры В форме игр, в форме презентации Мы выступаем В том числе и в детских садах И в школах И естественно, что Любой ребенок должен понимать Что деньги Это не просто бумажка Которую подарили бабушка и дедушка А деньги имеют свою ценность И для кого-то это Ну, скажем так Какая-то булочка Которую он купил Какая-то, ну Скажем так Какая-то элементарная игрушка На которую он потратил деньги А кто-то должен Ребенку необходимо объяснить Что если он хочет Скажем так Получить какую-то Значительную То есть Ту вещь, которую Он очень бы хотел То, может быть Стоит эти деньги Отложить Сберечь И потом Можно достичь той цели Которую он хочет Спасибо Но я хочу спросить А вот практически Как это может выглядеть? Понятно Что у вас занятие И это все Очень, ну, наверное Иллюстрировано Это Красиво показано Да? Красиво рассказано А вот родители В семье Как могут Какой урок могут Преподать Валентина? Я считаю, что Детей нужно Вовлекать семейный бюджет И уже Начиная Не только со школьной скамьи А скажем С младенчества Привлекать их И То есть К участию Видеть Управлять финансом Каким образом? На начальных стадиях Даже маленьких Мы должны Приучать экономии То есть Говорить им Где нужно Выключить свет Что Где нужно Закрывать кран То есть комментировать Какие свои действия Комментировать Незакрытый кран Это утекает Наши денежки Горит свет То есть Тоже убегают Наши денежки Таким образом То есть На стадии Младенчества Немножко поступательно Конечно же Мы начинаем Дети получают Уже карманные деньги И Должны В семье Объяснять детям Каким образом Карманные деньги Должны Расходоваться То есть Каждому ребенку Также объяснять Что У него есть Какая-то цель Для того Чтобы ее быстрее достичь То есть Покупка Как правило У новых Каких-то Смартфонов Либо компьютеров То есть Если Ты будешь Вовлечен В данный процесс То ты быстрее Получишь Свою заветную Мечту И получишь Покупку Да Вот я сначала Засомневалась Когда вы сказали Буквально С младенчества А потом Ну поняла Что действительно Даже очень маленькому Ребенку Нужно преподавать Эти уроки Вспомнила ситуацию Когда Маленький ребенок Годовалый Увидев в магазине Ну разные Привлекательные вещи Падает на пол Дергает ногами Истерит И требует Купить ему Мама Это ну просто Было прекрасно Знать Что такие мамы есть Она спокойно Подняла его Открыла кошелек И говорит Вот смотри У нас с тобой Не так много денег Нам нужно купить Молока Хлеба Там сосиски Еще что-то Смотри Если мы потратим Это на игрушку У нас ничего не будет Что мы купим Идем покупать молоко Истерика Просто растворилась В воздухе Вот действительно С младенчества Эти уроки Правильно преподавать Абсолютно Даже приучать К тому же порядку То есть Сношение вещей Точно так же Детям объяснять Игрушки Тетрадки Книжки Все прочее Прочее То есть Это все Постигается В знании И экономии Выходит нам В экономию Таким образом Мы в обществе Можем получить Достаточно Уже образованных Детей То есть Побуду Соответственно Образованных Родителей Прекрасно Кстати Когда дети Вот посетив Такие занятия Ну где-то В школе В детском саду Приходят родителям Что-то рассказывают Наверняка И родители Что-то новое Узнают Пожалуйста Людмила Я хочу сказать Что очень рано Мы должны закладывать Детям мысли Я все время говорю На всех передачах Ребенок Как ты будешь В жизни зарабатывать Да И говорить о том Что ты должен начать Зарабатывать Как можно раньше Это работает Вот мои дети Стали работать Очень рано Я помню Приходит сын С улицы Приносит В руках Три рубля Я говорю Сын откуда Три рубля Он говорит Во дворе Я сказала Здорово Спасибо Людмила Уважаемые телезрители Сегодня мы обсуждаем Вопросы Формирования Семейного бюджета И вопросы Финансовой грамотности Поэтому не переключайтесь Помните У нас есть вопрос эфира Вас ждет Пригласительный На интереснейший концерт Звоните 34-22-43 И снова удивительных историй Только посмотри Для встречи Неизведанных Открытий Руку протяни И висотомости Все звезды Загадать желание Очень просто Любовь спасет Этот мир Раскрасит Небо Огоньками Теплого лета Любовь Спасет Этот мир Нарисуй мне Любовь Где мои Оживают Мечты Я знаю На планете Чудеса Повсюду Посмотри И в море И в море Появились Парусам Моей Большой Мечты В небе Весомости Все звезды Загадать Желание Очень Просто Любовь Спасет Этот мир Раскрасит Раскрасит Небо Огоньками Теплого лета Любовь Спасет Этот мир Нарисуй мне Любовь Где мои Оживают Мечты Там Высоко На небе Плывет Планета Любовь Там Беззаботно Мечтают И там Непременно Живет Мой Принь Он Наверное Знает Что Я Тоже Где-то Живу Пусть Он Нарисует Мою Цветную Мечту Любовь Спасет Этот Мир Этот Мир Раскрасит Небо Огоньками Теплого Лета Любовь Этот Мир Нарисуй мне Любовь Где мои Оживают Мечты Нарисуй мне Любовь Где мои Оживают Мечты Дорогие друзья Это программа Добрый вечер Гомель Сегодня у нас в студии поет Арина Пырх солистка образцовой студии эстрадной песни фиеста лауреат республиканских и международных конкурсов Арина несколько вопросов вам Как давно вы на сцене и помните ли вы свое первое выступление На сцене я уже 8 лет Да Помню свое первое выступление Это было 5 лет Это было мой день рождения Я спела песню про маму про щенка и была довольна своим первым выступлением Ну и прекрасно Это самое главное Главное что родителям понравилось щенку понравилось и самой Арине Да И так мы делаем вывод что вам уже 13 5 плюс 8 Ну 12 А 12 Ну отлично О чем вам нравится петь? Вот главная тема ваших песен Или они очень разные? Ну все они не похожи друг на друга Они да абсолютно они разные Есть более мелодические есть более веселые Так я люблю петь все Все мне подходит Любые жанры наверное Да принимаете Скажите пожалуйста а вот новые песни в вашем репертуаре часто появляются? Ну да часто Ну часто это раз в неделю или часто это два раза в год? Часто это раз может в месяц О прекрасно хороший результат А каковы ваши профессиональные мечты? Ну я хотела стать врачом может быть сейчас тоже хочу еще не определилась Поддержите поищем врачом Конечно Да Хотела стать режиссером актрисой Не определились мы еще Пока варианты рассматриваете Но у вас такие мудрые родители я думаю что они вам подскажут а если надо поддержат в любую секунду в вашем выборе Ну а теперь такой бытовой вопрос Вот дают ли вам деньги родители на карманные расходы и как вы ими распоряжаетесь? Да дают распоряжаюсь я имею в основном в школе едой Так На еду дают Это покупка каких-то пирожков яблок пирожных Главное чтобы ребенок был сытый Так Но остаются или мы сейчас тайно выдаем не надо мне спрашивать об этом Но бывает такое что остается это в основном остается с тех денежных скажем подарков которые на день рождения там появляются какие-то у нас доходы Вот это И к этому конечно мы не притрагиваемся Она ими полностью распоряжается сама Но естественно советуется с родителями и спрашивает Ариночка Ну вот скажи пожалуйста вот честно Хотелось бы тебе чтобы родители на карманные расходы давали больше Да Так Спасибо А ты говорила о своем желании Наверное просто не говорила в силу своей скромности Да Вот так и есть Так я и почувствовала Это точно Вот понятно что дети хотели бы получать более солидные суммы А родители предпочли бы наверное отделаться малой кровью Ну это наверное не ситуации семьи Пыр Ну где же истина С какого возраста и в каких суммах давать детям на карманные расходы Уважаемые специалисты Начну я Дело в том что вот интерес к деньгам да у детей возникает не в один момент не в два не в три не в пять у всех по разному Есть дети которые очень рано начинают манипулировать денежками А есть дети у кого совершенно нет этого интереса и в 10 лет они никак не могут сообразить как эта купюра чем эта купюра отличается от этой здесь очень индивидуально но к чему нужно привлекать ребенка да к размышлению о деньгах ну например вот смотри малыш у тебя на день рождения приходили гости да посмотри сколько они тебе денежек подарили смотри как много да а что бы ты хотел ты бы хотел например на какой-то там современный там гаджет да но смотри здесь не хватает вот такой-то суммы давай мы эти денежки положим вот сейчас например в конвертик они будут лежать у тебя но мы их не будем тратить вот будет еще праздник и еще кто-то тебе подарит денежку мы с папой тебе подарим денежку годится-годится то есть вот вот такими шагами да вот но это не совсем карманные деньги да но в то же время они в кармане у ребенка мы формируем его личный детский бюджет и это кстати очень работает вот хороший совет но я все-таки хотела бы мнение других участников программы узнать Валентина Галина пожалуйста Вы знаете я бы хотела дополнить дело в том что сейчас у нас в государстве очень пристальное внимание уделяется концепции развития безналичных расчетов и мы должны понимать что и перевивать детям понимание не только наличных денег то есть не только в копилку можно монеткой бросать не только в копилку но можно и приобрести детскую карту и сейчас детские платежные карты продаются с определенного возраста и сберегать эти денежные средства можно не только в копилке и не только в конвертике но можно их на счет да и соответственно можно понимать что размещая эти деньги на счете банк тебе будет уплачивать проценты то есть вот таким элементом игры объяснения можно тоже воспитывать в ребенке склонность к сбережениям склонность к тому чтобы можно было отложить и накопить и приумножить те деньги которые тебе подарили родители это очень интересные варианты но мне все же хотелось бы узнать мнение других участников вот скажите пожалуйста может быть у кого-то есть предложение может быть даже аудитория вот с каких лет нужно давать карманные деньги и какая-то должна быть сумма есть у вас какие-то конкретные ответы ребята пожалуйста чаще всего Лена это когда ребенок идет в школу и появляется возможность что-то купить хочу у ребят спросить в аудитории есть варианты вам с какого возраста деньги давали на карманные расходы говорите мне им по себе не давали не давали до сих пор не дали так ну парни наверное смелые с какого возраста вам давали деньги класса с восьмого так а кому раньше давали ну со второго третьего пятого с детского сада вот давали деньги так видите какие разные варианты Арине с какого возраста ну как в школу пошла да наверное так вот разные варианты как считать Валентина деньги я считаю что можно уже приучать из садика потому как в возрасте даже четырех лет детям нужно объяснять что если это деньги значит мы купим тебе игрушку у ребенка формируется мнение что деньги предназначены для осуществления его мечты но из собственно опыта я хочу отметить то что проводя различные мероприятия что касается связано с финансами повышение финансовой грамотности среди детей первых вторых третьих классов когда задаешь им вопрос про карманные деньги абсолютно все поголовно поднимают руку кто имеет карманные деньги и дети уже на стадии даже первого второго класса они объясняют о том что действительно они экономят деньги о том что они складывают их в копилку о том что когда задаешь вопрос для чего ты складываешь копилку для того что у него есть цель о том что он хочет приобрести то или иное то есть не все как обычно принято считать дети деньги тратят нет отнюдь это не так есть такие и при чем экономисты с детства а мне интересно вот Наталье ей с какого возраста давали карманные деньги родители наверное как в школу пошла абсолютно хорошо помните хватало денег или хотелось бы больше не хотелось больше но как-то вот ну хватало наверное хотелось да больше но в то же время я пыталась экономить я допустим очень любила делать подарки своим родственникам ну то есть матери отцу я собирала деньги чтобы ну вот преподнести подарок и таким образом я получала удовольствие вот то есть ну очень хороший опыт спасибо вам Наталья а я хочу о чем муж не знает пожалуйста предложите ваши варианты и билет на концерт будет вашим продолжаем разговор в студии продолжить эту фразу так ну вас мы спросим позже да а есть телефонный звонок вот выпросила Елена Михайловна добрый вечер здравствуйте здравствуйте скажите как вас зовут я Любовь Адамовна очень приятно Любовь Адамовна вот так красиво я всегда гляжу в вашу передачу так это правильно так она мне заинтересовала что не вытремала так красиво рассказываете про карманные денежки да тоже мне же внуки их 6-3 детей 6 внуков все красиво все приятно но как сказали что денежки ложить на счетик так меня все внутри теперь вернуло я лично тоже в свое время ложила мне трое детей я всем положила как они были маленькие школьниками на книжечку вот у дочери положила в 88-м году это были лихие 90-е да менялась государственная система в 89-м и в 90-м так я на сегодня мне махая до свидания я поняла Любовь Адамовна но все равно нам очень приятно вас слышать скажите откуда вы звоните со Жлобинского района очень приятно ну вы знаете наверное процентов ну 99-ти наверное такая история знакома вот потому что пострадали тогда все ну а что сделаешь государственное устройство такое так стоп давайте но вы же не скажете вы же не скажете что вы живете только сегодняшним днем правда нет конечно получив этот опыт нас в свое время учили ложить на книжечку что это на светлое будущее я замужем 41-й год и 41-й год моя тысяча со свадьбы сегодня лежит тоже мне хорошее напоминание а что сделать Любовь Адамовна а вы скажите у вас один кошелек или несколько в семье ну с мужем нет только один только один а кто у вас распоряжается ну конечно я умница скажите а своим внукам ну детям когда-то а сейчас внукам даете на карманные даю у меня трое детей шесть внуков всегда даю поровну одинаковые суммы или как Людмила говорит мальчикам по три рубля а девочкам по рублю не по честности не одинаково не одинаково ну наверное кто-то старше кто-то младше правда же да одно что старше младше другое я куга года ходы мне одной внучке шестнадцать при этом самые меньшие пять два понятно конечно что шестнадцать ей больше надо Людмила Адамовна Любовья Адамовна ой простите Любовь Адамовна вам аплодисменты да спасибо вам большое спасибо вам за вашу историю и пускай у вас всегда будет финансовый порядок всегда будет стабильный доход и никогда вы не пусть вы никогда не разочаруетесь да я боже упаси не разочарует то есть как у стране был финансовый доход а мы я все так и спасибо нет надо чтобы и у граждан было все хорошо с финансами и в стране хорошо тогда и у граждан хорошо благодарим вас всему Жлобинскому району большой привет продолжаем да вы знаете такая хорошая история правда дама очень интересная есть у меня вопрос такой вот хорошо бы выработать привычки придерживаясь которых можно управлять собственным финансовым положением давайте вместе вот все вместе припомним эти привычки психолог и наши финансисты конкретно по существу у меня есть очень хорошая привычка сохранять чеки для того чтобы потом проанализировать куда ушли деньги за неделю за месяц за год у меня был один клиент который говорил никак не могу отремонтировать машину хожу пешком денег нету я говорю ты куришь он говорит курю давай так вот каждый раз когда ты идешь с магазина ты чек оставляешь да и анализируешь куда потратили деньги через какое-то время приходит и говорит Люд я понял почему я не могу отремонтировать машину у меня огромное количество денег уходит на сигареты на вредные привычки на вредные привычки и так вырабатываем хорошую привычку бросить вредные привычки так дальше продолжаем ну на мой взгляд необходимо в обязательном порядке планировать свой бюджет и не просто скажем так для галочки один раз это сделал потом сложил эту книжечку куда-то положил в далекий ящик а придерживаться этого бюджета то есть то что ты запланировал выполнить то что ты сам себе наметил и когда ты спланировал придерживаться той суммы которую ты запланировал на конкретную статью то есть ни в коем случае ни в коем случае не перемещать купюры из ну так сказать из одного конверта в другой если только это непредвиденные какие-то расходы без которых невозможно обойтись условно говоря сломался автомобиль без которого уже никак ну естественно если это расходы на лекарства кто-то заболел в семье понятно экономим еще какие привычки ну я бы назвала наверное все-таки создание подушки безопасности так да нужно вести учет обязательно вести учет для того чтобы проанализировать то есть первый месяц второй третий на четвертый у нас уже появится привычка и мы сможем проанализировать куда же мы тратим деньги что мы потратили на какие-то лишние скажем предметы либо вещи значит и создавать подушку безопасности я считаю это обязательно наверное должна быть привычка а как ее завести эту привычку вот со скольких процентов дохода да нужно начинать ну каждый человек определяет сколько ему отложить от своего дохода в зависимости от его естественно финансовых возможностей как правило все известные экономисты специалисты рекомендуют что должна быть НЗ так называемый который потом создаст то есть который потом позволит в течение шести месяцев в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств вам более спокойно принять ту или иную ситуацию и на мой взгляд каждый человек значит выбирает для себя процент либо это может быть один процент для начала если кто-то не связан и никогда не вел какой-то учет либо подушку безопасности можно начать с одного процента один процент попробуйте и не прикасаться от вашего дохода совершенно верно пять процентов десять двадцать есть люди которые собственно создают подушку безопасности до семидесяти процента от своего дохода таким образом вы сможете обеспечить ваше финансовое благополучие хорошо у меня такой вопрос скажите пожалуйста ну вот по правилам я понимаю что чем больше тем лучше но какой НЗ должна иметь каждая семья я не имею ввиду в месяц а вообще всегда иметь определенную сумму есть какие-то научные расчеты трехмесячная зарплата от трех до шестимесячной уже шестимесячная зарплата наверное шестимесячный доход семьи да для того чтобы ну скажем так какие-то непредвиденные обстоятельства ну скажем так не привели к каким-то печальным последствиям спасибо большое уважаемые телезрители еще раз прочитаю вам вопрос эфира ну неужели у вас не рождается никаких вариантов как продолжить фразу в счастливой семье жена не знает откуда берутся деньги а муж не знает ваши варианты по телефону 34 22 43 мы обязательно примем после рекламной паузы безусловно поговорим о финансах и послушаем песни в исполнении обаятельной арины арины пырх поют сонечные кетки у русских как сами тал хожу с уничными барами угоночку васильковым и сердце тихо замирает от От пешеродной мовы Народилась одна на Беларуси Прилятают до нас С выраю гуси Заброшают полив И все нажатии Бородимя пешотная Я к мати хлебный водор палел Меня так вобедил Усмешки сябров Что побать с нами Я за усёды с тобой Под небом синим Моя родима Люблю смех Дреготких цимбалов И дудочки И струм меньших Люблю я с бульбочка И сала И басянёшкам летним Мне белый бусил Настя-ракоча Мелодию каханя Со стричку в осенью подорить На радость так ты с мамой Народилась одна на Беларуси Прилятают до нас С выраю гуси Заброшают полив И все нажатии Городима Пешётная Я к мати Хлебный водор палел Меня так вобедил Усмешки сябров Что побать с нами Я за усёды с тобой Под небом синим Моя родима Хлебный водор палел В мире так вобедил Усмешки сябров Что побать с нами Я за усёды с тобой Под небом синим Моя родима Белостволок Белостволок Берос Лунают крылы Ты край мой милый Ты за усёды гаси Витаешь шира Моя родима Я жадаю тебе Добра и миру Моя родима Ну что ж, дорогие друзья, это программа «Добрый вечер», Гомель. Сегодня мы обсуждаем семейный бюджет и участие в этом семейном бюджете детей. Но прежде чем мы продолжим тему, мы послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Хочу попробовать ответить на ваш вопрос. Так, давайте сначала познакомимся. Меня зовут Ксения. Так, ваш вопрос. Я прочитаю. Ой, ваш ответ. Я прочитаю. Продолжите, Ксения, пожалуйста, фразу. В счастливой семье жена не знает, откуда берутся деньги, а муж не знает. Ну, я так предполагаю, что куда они уходят, не знает. Так, спасибо, Ксения, за ваш вариант. Куда они уходят. Скажите, пожалуйста, у вас семья? Семья. А сколько у вас кошельков? Много разных. В бюджете. В бюджете. Красный и синий – это понятно. Ну, у вас раздельный бюджет или совместный? Нет. У нас каждый по-своему считает, как распоряжаться деньгами. Ну, невозможно, чтобы один кошелек был на всю семью. А, понятно. Вы такой вариант выбрали. Устраивает всех в семье такой вариант? Устраивает. И это прекрасно. Мы желаем вам семейного счастья и никогда не испытывать, ну, скажем так, чтобы не было в вашей семье раздоров по этому поводу. Пусть всегда вводятся деньги и пусть всегда вы будете знать, куда их потратить. Спасибо. Всего хорошего. Досмотрите, Ксения, пожалуйста, до финала программу. Мы же определим все вместе здесь с аудиторией, кто выиграл пригласительный на двух человек, кстати, 26 ноября на концерт Елены Гостинской. Поэтому не переключайте наш канал. Продолжаем тему. И сначала несколько вопросов Арине. Ариночка, скажи, пожалуйста, это была не премьера песни, я так понимаю? Нет. Нет, это известная песня. Мне кажется, ты очень ее любишь. Да. Так, но я знаю, что есть все-таки, вот готовишь ты премьеру песни. Скоро будет? А, будет? И не одна премьера. Слушайте, так может я секрет выдала? Да нет, почему же. Все нормально, да? Все отлично. Хорошо. Арина, скажи, пожалуйста, какие поездки, выступления и конкурсы включает твоя биография? Я понимаю, что их было очень много. Но вот самое значимое для тебя? Самое значимое это Минск, творчество без границ. Это Минск, хрустальный василек. Это Могилев, звездочет. Мировая премия Москва. Да, Мировая премия Москва. Арина, ну не мучайся. Мы желаем тебе еще множество конкурсов и множество побед, чтобы ты всегда была на вершине. Спасибо. Если ты так захочешь. Если ты так захочешь. Кстати, поющие доктора, это же прекрасно. Можно и доктором быть, и прекрасно петь. Причем примеров таких мы знаем немало. Вот каждый творческий человек ищет собственную манеру исполнения. Но все же наверняка вот в детстве, может быть уже в отрочестве, равняется на кого-то. Ты равняешься на кого-то? Кто для тебя пример? Вот у меня такого человека нет. Я не рада. Вообще в жизни на маму и папу, это понятно. Да. А вот свой характер вокальный имеешь, да, и свой образ. Да. Скажи, пожалуйста, вот эти образы прекрасные, кто разрабатывает, платье подбирает. Мы видели на фото, там разные подборки. Ой, это все мама, все мама. Аплодисменты маме, Веронике. Арина, а вам доводилось пополнять семейный бюджет суммой, которую вы заработали собственным трудом? Я знаю, что доводилось. Но вы планируете в дальнейшем так же поступать? Да. Да. То есть абсолютно честно говорит... Я хочу сказать по секрету, что иногда мы даже отдалживали у нее. Ну, естественно, возвращали. И такое было. Были такие моменты, да. Тяжело было отдалживать? Да. Тяжело? Ну, правильно, как говорят. Отдаешь... Нет, берешь чужие и на время. Отдаешь свои и навсегда. Да, даешь свои. Ну что ж, мы тоже желаем вашей семье финансового благополучия, чтобы все было замечательно. Ну, а теперь давайте узнаем, как же подростки, дети могут заработать. У нас сегодня прекрасный специалист Наталья. Наталья, скажите, пожалуйста, в каких видах работ по закону могут принимать участие дети? Дети могут принимать участие по закону в работах, которые не вредят их здоровью, не являются сверхурочными для детей, если эта работа не нарушает учебного процесса у ребенка. Если работа, как сказать, не связана с вредным и опасным производством, для здоровья это не вредно. Ну... Наталья, вы, простите, что я вас перебиваю, у нас есть телефонный звонок, долго остается человек на линии, вы пока подумайте, дальше продолжим. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно слышать вас, давайте познакомимся. Меня зовут Михаил, ваш постоянный зритель. Очень приятно, Михаил, мы рады, что у нас есть постоянные зрители. Вы хотите поделиться своими секретами составления бюджета или же хотите ответить на вопрос, продолжить фразу? Ну, наверное, и первое, и второе. Первое, это то, что все-таки секреты закладываются в самом детстве. Правильно составлять бюджет должны учить родители. И то, чему ребенок научился в детстве, он будет, в принципе, выполнять всю свою оставшуюся жизнь. Хорошо. У вас хороший опыт был? Вас родители научили делать это? Ну, я думаю, что вполне себе неплохо родители это сделали. Так, хорошо. Спасибо вашим родителям. Благодарим их. Аплодисменты. Михаил, скажите, пожалуйста, готовы ли вы продолжить фразу? Я зачитаю. В счастливой семье жена не знает, откуда берутся деньги, а муж не знает. А муж не знает, куда еще должна потратить эти деньги жена. Куда еще эти деньги можно деть? Куда еще потратит эти деньги жена? Так, хорошо. Спасибо большое, Михаил. Спасибо, благодарим вас. Смотрите нас до финала программы. Итак, Наталья, продолжаем. Есть еще какие-то моменты по вопросу, где не могут работать дети? Дети еще у нас не могут работать на работах, связанные с подъемом тяжести, которые превышают допустимые. Так. Дети не могут у нас работать выходные и праздничные дни. Вот это важно. То есть это, пожалуй, такие основные моменты, где у нас запрещено в основном применение труда несовершеннолетних. Наталья, скажите, с какого возраста законом разрешено привлекать детей к труду? Трудовое законодательство гласит, что трудовой договор наниматель вправе заключать с лицом достигшим 16-летнего возраста. Но в то же время есть оговорка, что при условии, если один из родителей даст свое письменное согласие, либо опекун о том, что он не возражает, чтобы ребенок работал, то трудовой договор может быть заключен с лицом достигшим 14 лет. Так, хорошо, спасибо. Сколько времени ребенок может трудиться? По трудовому законодательству, значит, здесь идет возрастная градация, дети в возрасте 14 до 16 лет в день у нас могут трудиться 4,6 часа, то есть 4 часа 36 минут. Дети от 16 до 18, 7 часов в день. Но в то же время, если ребенок занят у нас учебой, то есть эта работа проводится у нас непосредственно в учебное время, то это время у нас делится на 2. То есть дети от 14 до 16 лет могут работать 2,3, и дети от 16 до 18, 3,5 часа. Наталья, ну тут важное замечание, это, наверное, не вместо учебы, а после учебы, да? Нет, это не вместо, нет, безусловно. Но нельзя учебу заменить трудом, правильно? Конечно, нет. И трудятся дети в основном на каникулах? Нет, почему? Нет. У нас дети трудятся, ну, в основном, конечно, это во время летних каникул, ну, также и весенних, и зимних. Ну, я знаю, что школьные бригады организовываются. Совершенно верно. Но в то же время мы занимаем детей круглый год, то есть они у нас трудятся и в учебное время, то есть после занятий, домой сходили покушали, переоделись, немножко отдохнули и приходят потрудиться. Наталья, а могут ли родители прийти в центр занятости и попросить подыскать их детям временную работу? Безусловно. В принципе, оно так и происходит. Родители приходят, приходят дети, приходят родители с детьми. Бывает, даже родители не приходят, они просто звонят. То есть достаточно иногда даже звонка, да, я фиксирую себе их номер телефона и созваниваемся. Спасибо. Наталья, еще один вопрос будет об оплате труда подростков, но это после того, как мы примем телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте познакомимся. Меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Вы хотите продолжить фразу. В счастливой семье жена не знает, откуда берутся деньги, а муж не знает? Сколько в ее заначке и где она лежит? Сколько в ее заначке, так, и, так, заначке, да. И где она лежит? Жена, заначка жены. И где она лежит. Хорошо, спасибо. Тут не так далеко, не так долго осталось до финала. Досмотрите, пожалуйста. Спасибо, Ольга. Ну что ж, теперь об оплате труда подростков. Что об этом говорит закон? Закон об этом говорит, что несмотря на то, что дети у нас трудятся, скажем, немножко меньше в день, чем взрослые, тем не менее их заработная плата рассчитывается точно так же. То есть, исходя из установленной тарифной ставки, и если их заработная плата, скажем, не дотягивает до минимального уровня, то есть до минимальной заработной платы, которая установлена законодательством, то, безусловно, их заработная плата до этого уровня должна быть повышена. Ну, в то же время, конечно, наниматель вправе. Если ребенок выполнил работу более качественно, выполнил работу намного быстрее, конечно, он может выплатить премию. То есть мы говорим о том... На это могут рассчитывать. Это приятно, это всегда приятно, конечно. То есть мы говорим о том, что заработная плата учащихся, несмотря на их не очень продолжительное время в день, рассчитывается точно так же, как и у любого взрослого человека. Вы знаете, мне очень хочется еще спросить, довольны ли работой, качеством работы, выполненной подростками работодатели. Коротко, режиссер очень просит быстрее завершать. Ну, я вам хочу сказать коротко. Мы работаем уже более 15 лет, и пока у нас идет тенденция к увеличению количества обращаемых к нам нанимателей. То есть это говорит о том, что, да, наниматель доволен работой, которую выполняют дети. И ребята очень стараются. Спасибо вам большое за информацию. Это очень полезная информация. Уважаемые участники, пролетело мгновенно это время, которое было отведено на нашу программу, но мы же с вами должны решить, кому достанется приз. Пригласительный билет на двоих. В счастливой семье жена не знает, откуда берутся деньги, а муж не знает. Ксения продолжила. Куда они уходят? Михаил, куда еще потратят деньги жена? И Ольга, сколько в ее заначке и где она ее хранит? Кому присуждаем приз? Ваше мнение, Людмила? Ой, мне так понравилась тема заначки. Так, Ольга, ваша, пожалуйста. Галина? Вы знаете, я соглашусь. Про заначку понравился? Единодушно. Так, крыло, это левое крыло от меня. А я против. Так. Баба Игорь против. Так, Вероника. Я за богатого мужа Михаила, у которого очень много денег. Да, и его жена... Да, куда потратить, еще потратить. Так, ну давайте спросим у аудитории. Так, Ольга или Михаил? Ольга. Ольга все-таки. Итак, уважаемая Ольга. Ксения, знайте, я за вас. Вот за вас, потому что, да, потому что... Ну, а муж, счастливый муж, не знает, куда уходят деньги, которые он выделил. Так, Ксения, я за вас. Ничего страшного, что сегодня не получилось у вас выиграть. Пригласительный. Пригласительный достается Ольге. Уважаемая Ольга, не забудьте на этой неделе зайти со своим пригласителем 26-го концерт. Поздравляем вас. Ну что ж, уважаемые гости, я благодарю вас за участие в программе, за дельные советы. Очень полезные, надеюсь, наши телезрители, да я сама буду им следовать, конечно, зрителей. Благодарю за активность, как тех, которые здесь у нас в студии, так и вас, уважаемые телезрители. Сегодня мы закрепили, что четко рассчитывать и экономить семейный бюджет, это вовсе не значит материально ограничивать себя и своих домочадцев во всех направлениях жизни. Это умение обдуманно и правильно использовать свои средства. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» и я ведущая Елена Троценко. Всего вам доброго, до встречи. Пусть ваши финансы никогда не поют романсы, а только веселые, яркие, звонкие песни, как получилось сегодня у Арины Пырх. Субтитры создавал DimaTorzok